Евгений Борисович, а вот честно, сами, во что вы сейчас вкладываете? Вообще, все же связано с золотом, я держу. Что касается рынка акций, я бы туда не езжу. Вот, мне очень нравится этот разговор, я обожаю. Доллар обвалится. Класс. Эдра относится к чему. Но есть один фактор, очень интересный. Какой? Этот фактор меняет вообще все мои рассуждения, вот нахрен. Так вот, почему столько факторов за то, чтобы рынки свалились, а рынки не падают? Почему вы сейчас в Дубае? Эмилиации вообще, они крутые ребята в том плане, что они за любовь, за мир, за жвачку. Мой прогноз по ценам. Ежегодный рост 10-15, где-то 20%. Доброго времени суток. Сегодня зашел в гости к Евгению Борисовичу Когу, но он здесь работает. Я думаю, его представлять не надо. И хотел сразу задать ему несколько вопросов о ситуации, которая сейчас творится в мире, на рынках. Думаю, его мнение вам будет очень интересно. Борис, спасибо, во-первых, что зашел, как говорится, на огонек. Да, готов рассказать все, как есть. Ну, давайте начнем с самого начала. Задавайте вопросы, а я попробую на них отвечать в миру своего разумения и испорченности. Многих россиян сейчас волнует прежде всего вообще ситуация в мире. Как это скажется на валюте, на рубле? Где можно сохранить деньги сейчас? Во что инвестировать? Ну, разговоры не пятиминутные. Давайте по порядку. Значит, если мы говорим просто о рублях. Рубль, ну, сегодня он выглядит достаточно стабильным. После того, как прошла эволюция, я не думаю, что мы увидим в ближайшее время там 110, 120, 150. То есть, могут быть для этого определенные причины, но не в моменте. Почему? Вот эта просадка, которая у нас была где-то примерно месяца 3-4-5 назад, два месяца назад, все это было по причине резкого падения объемов поступления валютной выручки. Это первое. И второе, диких диспропорций. То есть, импорт, по нему нужно, собственно, рассчитываться в долларах, в евро и так далее. А экспорт Россия получала, ну, это всем уже известно, и в рублях, и в юанях, и в дирхамах, и так далее. Вот эти диспропорции достаточно серьезные. Они, в общем-то, влияли на то, что рубль пошел вниз, потому что, ну, как, каждый день импортеры приходили, и им нужна валюта, а валюты, в общем-то, не хватало. Плюс еще Минфин покупал, плюс некоторые не согласованы с действием. Хотя, скажу откровенно, для Минфина такая ситуация, она как мать родная, потому что в начале года из-за падения валютной выручки вообще было, ну, объемов валютной выручки поступающей, цены на нефть упали. Вот, было ощущение, что был запланирован там дефицит бюджета порядка 3 триллионов рублей. Вот, были ощущения, что был дефицит бюджета, и, может быть, и 5, и, может быть, даже и 7, и 8 триллионов. То есть, ощущения были достаточно мрачные. Ну, вот рубль снижался из-за этого. Все остальное тоже детали. Ну, и ставка. Смотрите, это вот с одной стороны мы имели по валютной выручке. С другой стороны, дикий рост кредитования шел. То есть, прямо я смотрел таблицу по объему кредитования, там, прирост в кредитовании 3%, 5, 7, 10, 15, прям по месячному. Ну, ставка была достаточно гуманная. Почему? Эффект низкой базы, вернее, высокой базы до этого. И россияне бросились скупать недвижку, все остальное, понимая, что впереди, наверное, все-таки инфляции не избежать. Возникли довольно серьезные инфляционные ожидания. То есть, смотрите, с одной стороны, эволюция, инфляционное ожидание, ставка относительно низкая. Ну, и поэтому Центральный банк был вынужден поднять ставку драматически. Честно говоря, до уровня, который просто запретительный. То есть, смотрите, если сегодня вы берете кредит, то вы берете его там под 18-20% годовых. Ну, это катастрофа при условии, что инфляция, ну, допустим, будет 6-7, 7,5 годовых. Немного. Вот. Центральный банк поднял ставку, тем самым сделал запретительные меры. Ну, скажу честно, все равно берут кредиты. И у многих россиян сегодня кредитов по несколько штук, и таких количеств людей растет. Более того, количество банкротов в России выросло стремительно. То есть, количество банкротов уже превысило миллион человек. Миллион три тысячи человек. И я боюсь, что к концу 2023 года, наверное, мы увидим где-нибудь миллион пятьдесят тысяч или такое. А к концу 2024, ну, я не исключу и миллион триста. То есть, довольно серьезный рост. Вот. К чему все это я говорю? А к тому, что ставка сейчас высокая, и она реально высокая. Реальная ставка. То есть, ставка минус инфляция. Инфляционные ожидания Центральный банк немножко сбил. Что остается? Бюджет Минпульс очень большой. Минфин заявил, что мы будем увеличивать 20% каждый год расходы бюджета. Ну, и доходы тоже. Ну, вот такая ситуация. То есть, с одной стороны, высокие ставки, иногда даже сейчас приходят госкорпорации, просят датировать им кредитование на бред. А с другой стороны, бюджетный мощный импульс. Что это означает? Это означает, что денежная масса будет расти, несмотря на высокие ставки. Просто за счет вот этого бюджетного импульса, мы его называем. Иначе говоря, больших расходов бюджета. Наверное, девальвация вот сейчас, наверное, ее не будет. Более того, в короткий срок я не исключу, что до весны, может быть, рубль стабилизировался. На каких уровнях? Ну, 91, 92, 93. Может быть, даже мы увидим и 89 уровни при такой ставке. Подвожу итог. Все то, что я сказал, приводит меня к следующему выводу. Стабилизация рубля, да. На срок, ну, трудно сказать, что у нас будет завтра, мы не предсказываем, мы в жизни живем. Но я не думаю, что вот эта стабильность рубля будет длинной, долгой. Два, три, четыре, пять месяцев. Потом, ну, большие расходы бюджета. А какие будут поступления? Непонятно. Потому что, с одной стороны, да, будет поддерживаться высокая цена на нефть, будет стараться. С другой стороны, в мире все равно идет рецессия. И это, видимо, будет усугубляться. И вот этот вот рабо-израильский конфликт, скорее всего, приведет в итоге к дополнительным причинам для того, чтобы рецессия была в мире. И много чего остального. Так что, слушайте, я думаю, что где-то к концу следующего года, я не исключу, если рубль будет, давайте не будем говорить экстремально, может быть, 110-115. Вот это, что касается рубля плюс-минус. Это, например, в доллар, в юаню примерно плюс-минус то же самое. В чем сохранять? Во-первых, корпоративные облигации под 14-15 сейчас, когда в их доходность, это интересно. В рубле. Перекроет ли это девальвацию в будущее? Я не знаю. То есть, смотрите, если я ожидаю, допустим, 115, а сейчас у нас 91-93, да, то не перекроем. Но, тем не менее, где-то плюс-минус будет. Плюс, второй момент, если ЦБ будет снижать ставку, то тогда эти облигации вырастут и на свои 14-15 годовых, а может быть, и на 20. Может быть, даже на 25, зависит от дюрации. Вот. Во что еще? Российский рынок акций. Ну, смотрите, многие компании дают достаточно хорошую дивидендную доходность, но с этим как бы вопрос творческий. Будут доходы, не будут доходы, будут хорошие прибыли, не будут. Пока российский фондовый рынок, несмотря на весь его рывок, недорог. Последние события, санкции против Санкт-Петербургской биржи, это тоже плюс для российского рынка. Люди будут возвращаться в Россию, понимая, что везде страшновато. Наверное, акции будут расти. Какие? Ну, смотрите, а учитывая, что я верю в цены на золото, я верю, что они будут дороже. Энтропия в мире растет. То один конфликт, то другой. Вот эта арабо-израильская сейчас война. Не все урегулировано на Кавказе. Я думаю, что Азербайджан под шумок может начать пробивать Зангизуцкий коридор. Китай, Тайвань, события в Северной Африке. Поэтому я думаю, что количество конфликтов будет расти, а это будет создавать дополнительную нервозность. Вот, поэтому, ну как, вот в рубле. То есть народ будет возвращаться, поэтому рынок акций, наверное, будет по-прежнему интересен. В рубле, наверное, будет интересен рынок облигаций. Но я не уверен, что он сможет перекрывать полностью. Насчет инфляции не знают. Насчет девальвации так точно. По крайней мере, на срок год-два-три. Теперь давайте рассмотрим в долларах. В долларах у нас следующее. С одной стороны, высокие тоже ставки. Примерно та же картина, кстати. Тут я уж не знаю, кто Риверс Хитзад научится. У Пауэлла или Пауэлла у меня. Ставки тоже высокие. И по большому количеству облигаций. Американских качественных корпораций с достаточно высоким, неплохим кредитным рейтингом. Так вот, по ним можно получить сегодня 6,5, даже 7% годовых. Это уникально. То есть брать их и иметь это в долларах, ну, теоретически можно. Если Пауэлла через год начнет снижение ставки, а это не исключительно. Исключительно нельзя. Можно будет иметь 10 годовых. Может быть. Может быть, а может и не будет. Это вопрос творческий. Многое зависит от дефицита американского бюджета. От того, как они будут, я имею в виду доходности облигаций. Как они будут увеличивать свой долг. Потому что в последнее время то, что они творят, конечно, это за грани. То есть дичайший дефицит. И потолок госдолга только весной был 31,4. Все, уже 35,5 триллиона. Это исторический максимум. 33,5 триллиона. Да, это абсолютный максимум. Он будет только расти. И сегодня Америка тратит там меньше 10% своего бюджета на выплату долгов. В какой-то момент он будет платить 12, 15, 20%. Почему? Потому что ставки долго уже высокие. Соответственно, каждое новое заимствование уже по другим ставкам. Сейчас гасятся эти облигации, когда бралось при Обаме и так далее. И ставки были там 1,5-2 от силы процента. А то и ниже. А сегодня все, шутки кончились. И приходится занимать в короткую под 5,2-5,3 длинную. Ну, как десятилетки, дают сейчас 4,6 примерно. Это дорого. Дополнительная нагрузка на бюджет. Поэтому, в принципе, покупать американские облигации в долларах сегодня, наверное, это интересно. Может быть, вы даже получите свои 6, 8, может быть, даже 10, если бы у нас лежатся доходности годовых. Это реально. И может составить такие портфели. Что касается рынка акций, я бы туда не ездил. Вот я ожидаю рецессию. Я считаю, что рынки недостаточно дешевые. Я жду коррекции на рынке очень серьезные. Когда оно будет? Может, начало следующего. Я думаю, что индекс S&P, ну, как, если все будет нормальный, мои планы, они верные, то он может быть и 3,600, может быть и 3,200, даже не исключу. Так, для справки, сегодня 4,250. Вот. Я ожидаю, что... Но есть один фактор, очень интересный. Какой? Этот фактор меняет вообще все мои рассуждения. Для того, чтобы люди, ну, скажем так, сидели в деньгах, продавали активы, они должны доверять деньгам. Люди интуитивно понимают, что где-то их очень сильно сегодня приголубят. И проблема состоит в том, что доверие к финансовым институтам, к финансовой системе и к деньгам резко падает. Плюс, не забывайте, впереди, через год, два, три, огромные, колоссальных размеров и философского значения революция в деньгах. Мы потихонечку все больше и больше во всем мире будем переходить на цифровые активы. Будем. А доля наличных будет снижаться. Ну, например, для того, чтобы бороться со всякими схемами. Да-да. Вот. К чего это приведет? Приводит. Знаете, я задал себе очень интересный вопрос. Почему? Почему вот так вот? Почему столько факторов за то, чтобы рынки свалились, а рынки не падают? Ну, да, там есть ликвидность, то есть, от десятых причин много. Но есть, еще раз говорю, одна такая вот философская причина. Люди боятся быть деньгах. Беседую со знакомым одним, он там владелец ряда крупных, очень корпораций. Он говорит, ты знаешь, вот недавно мне предложили купить у меня 10% там одной моей компании. Крупные ребята. А я, говорит, сел и подумал, ну, хорошо, я продам. Получаю на это количество миллиардов рублей. Но. А что с ними делать-то буду? Искать новый бизнес? Лучше буду сидеть в этом. Понимаешь, то есть, вот это вот доверие к деньгам, как той субстанции, на которой можно сидеть, уходит. Люди интуитивно чувствуют, что в деньгах быть опасно, ты будешь терять. Поэтому бегут в активы. И из-за этого, в частности, рынки не падают. Поэтому, может быть, те падения, о которых я говорю, может быть, они будут не такими резкими. Именно из-за этого люди постоянно ищут какие-то активы. Вот такая вот ситуация сейчас. Евгений Борисович, давайте поговорим поподробнее, потому что я сам так же... Ну, куда я подробнее. Ну, например, а вот как россиян? Мы все-таки... Как вы с российским паспортом инвестировать в иностранные активы? Это тоже СПБ-биржу сейчас под санкции попало. Для россиян все меньше и меньше возможностей для того, чтобы инвестировать из России рублями в иностранные активы. Да, к сожалению, это так. Какие выходы? Первое. Работать через брокеров, которые имеют свои сабсидоры с определенными на Западе. Финан, АТОН и так далее. Да, у них это все есть. Могут ли они попасть под санкции? Ну, теоретически, могут. Могут, я вообще этого не исключу. Это первое. Второй вариант, более комфортный. Айби не закрывал работу с Россией. Ряд дубайских брокеров. Просто, вы видели, одна из дубайской контора попала под санкции. Ну, да, я как раз читал этот список. А почему? Потому что у нее львиная доля ее бизнеса была с Россией. Ну, так работайте с теми дубайскими брокерами, для которых большая часть потоков. Их вряд ли там будет. Если у вас там 10% потоков связанных с Россией, Ну, вот мы там нашли такого одного брокера. Есть такой вариант. Но, опять же, понимаете, не все так просто в этой жизни. И, к сожалению, вот здесь вот может все измениться. Завтра может быть дополнительное давление на Эмираты. Может быть, все что угодно. Поэтому интерактив брокер. То есть, его точно под санкции не поставят. Американцы вряд ли поставят собственную структуру под санкции. Вот. Максимум, что могут сделать, это дать пинка россиянам под зад. Ну, так работайте через IB, плюс иметь резервный счет, например, в каком-нибудь дубайском брокере. Вот и все. А вашей компанией можете помочь открыть инвестиционные счета у дубайского брокера? Да, пожалуйста. Да, это, вы знаете, в Дубае все непросто. То есть, с одной стороны, все говорят, да мы сейчас там 5 минут компанию откроем. Не 5 минут. Быстро, но не 5 минут. Мы сейчас тут счета всем откроем. Откроем. Но не задействуем. То есть, комплиенс, мама не горюй. Это будет крест. Но откроем, не вопрос. Это все нормально. Мы можем открыть счета у дубайских брокеров. Другое дело, опять же, вопрос суммы. Видите, дубайские брокеры, они никому ничего не обязаны. Если приходит россиянин, они отлично понимают его проблему. Поэтому они говорят так, ну, с мелкими счетами не хотим платить. Ты же его не заставишь? Вот, например, один брокер, я не буду делать рекламу сейчас. Но он говорит, Жень, если меньше, чем 3 миллиона долларов, я не буду работать. Я буду открывать его там 2-3 месяца, минимум счетом. А если 3-5-10 миллионов долларов, давайте откроем за 3 дня. Ну, так. То есть, крупные деньги интересные. Такая вот ситуация. Евгений Борисович, а вот честно с вами, а что вы сейчас вкладываете? Почему вы сейчас в Дубай? Так, ну, давайте по порядку. Куда я вкладываю? Во-первых, у меня, естественно, есть мой портфель инвестиционный. Процентов на 80 он состоит из американских облигаций. Слушайте, ну, есть облигации компании, которым я доверяю. Ну, вижу 6 годовых. Нормально. 7 годовых, нормально. С учетом того, что ставки... Кстати, какие-то облигации даже покупал под 10 годовых в долларах. Coinbase. Прекрасная ситуация у них финансовая. Как ни странно. Денег много. Ну, бог ступи. Короче говоря, облигации. Процентов на 80. Долларовые. Остальное, разные инструменты. Ну, и это не основной мой инвестиционный портфель. Ну, это часть. Это то, что ликвидное. Есть инструменты типа джинога. Это то, что... Это двойной ETN на золото. Точнее, на акции золотопроизводителей. Вот. Я думаю, что золото еще может расти. Но это интересно. Другой инструмент. Ну, вообще, все же связано с золотом. Я держу. Немножко акции золотопроизводителей и так далее. Что у меня еще? Ну, смотрите. Какие-то тройные ETF-ы на 20-леткие американские. Я полагаю, что они в итоге будут расти. Имеется в виду вот эти ETF-ы. То есть, ставки потихонечку начнут снижаться. Если так, они могут сделать свои 30-40-50 годовых. Посмотрим. Вот. Что еще? Ну, какие-то акции, слушайте. Что-то связанное с искусственным интеллектом. Что-то связанное с тем другим. Это уже как бы так. Ну, и другой мой портфель. Это естественно. Вот вы меня спросили, что я делаю. Ну, понимаете, это долгий очень разговор на тему во что я верю. В недвижку, там, еще во что-то. Я смотрю на то, что происходит в Дубае. Почему я здесь? Я вижу безумные, фантастические программы развития. Он постоянно развивается. Что-то новое строится. Какие-то парки. Прибывает очень много людей. Я вижу гигантский поток именно людей. Не только из России. Это и России, Индия, и Китай, Европа, Латинская Америка, Америка Северная. Вот, понимаете, то есть население растет. Экспатов количество растет. Климат? Ну да, здесь довольно трудно быть где-то там с июня по сентябрь. Четыре месяца, да. Ну ладно. Можно вообще, большинство здесь вот период времени просто сидят, работают в закрытых помещениях. Но ведь строят гигантские закрытые помещения. И молы огромные. И, пожалуйста, заходишь в этот, например, Дубай, мол, или мол, вымирается. Там хоккейный турнир идет, играют в хоккей. Можно покататься на горных лыжах спокойно. Мы там зашли и, вы знаете, что-то потрясающее. Вот это, ну, ты знаешь об этом? Когда ты сидишь в кафе и пьешь шикарный коктейль, там вот выходные были в кафешке, а проносятся там ребятки на горных лыжах, ты вспоминаешь каталку, сразу, да, поедем в Италию, поедем туда, поедем сюда. Вот, поэтому, смотрите, я просто вижу, как развивается Дубай. Я считаю, что Дубай недорог. Опять же, ну, не только Дубай, а вообще Эмираты. В шарже недвижка за квадратный метр две с половиной тысячи долларов. Когда мы говорим за квадратный метр, это не бетон, а это бетон с отделкой. Часто с кухней и так далее. Понимаете, другой клинкор. Часто даже с мебелью продают, за навесочками. Поэтому, вот, иди сразу сдавай. И вот это уникально. Поэтому две с половиной, три тысячи долларов копейки. Аджаман, безумно дешевый. Потом этот Рассельхайн тоже. Абудаби недорог пока. Железку построить будет все подороже. Скоростное время введу. Но сегодня это очень интересно. И Дубай, да, Дубай подороже. Но опять, что такое подороже? Давайте так. Дубай сегодня становится колоссальным хабом. Вот огромным хабом. И его значение, и как финансового центра, и как логистического центра, и производственного, кстати, центра. Я вижу, реально, в моих глазах открываются производства. Запускаются бизнесы. Вот. Вот все действительно так. Арендная доходность. Я в шоке. Слушайте, ну вот я снимал апартаменты в прошлом году. 160 тысяч дирхам. Виноват, 170 тысяч дирхам на год. Сегодня за те же самые апартаменты мне потребовали 200. 200 тысяч дирхам за год. Это небольшой апартамент, просто там с уборкой, со всеми делами. Это очень удобно недалеко от пляжа. Очень комфортно. На память. То есть почти на 20% вывезли. Да. Я, правда, взял еще чуть-чуть дороже. Но там с видом, там, сумасшедший на балконе сидишь вообще. Балдыш. Вот. Но вопрос не в этом. Цены реально на аренду растут. Растут цены на покупку. Теперь, какова рентная доходность дубайской нелишки? Ну, я в шоке. Но это действительно 7, 8, 9%. А если ты покупаешь на этапе стройки, 11-12. Где это будет? Поэтому я считаю, что цены будут расти, чтобы рентная доходность была ниже. А на, ну, как в среднем по миру, 3-4% края. Поэтому только исходя из этого, цены должны вырасти процентов. Ну, чтобы хотя бы быть на уровне среднемирового. Ну, пускай на 80-100%. Ну, вы скажете, это я подтягиваю за уши этот аргумент. Хорошо. А как быть с тем, что колоссальный дефицит недвижимости? Пойдите, найдите нормальный апартамент. Идите. Очередь огромная прибывает эксплаты, сметают все. И на покупку, потому что выгодно сдавать. И на, соответственно, аренду, потому что нет ничего приличного. Вот эти факторы. Ну, и плюс программа развития. Плюс те налоговые льготы. Плюс масса всего. Я вижу, как быстро открываются здесь разные бизнесы. Как застраиваются территории. Сколько аттракций делается. Как приезжают люди отдыхать. Ну, поэтому я думаю, что здесь цена будет расти. И опять же, давайте сравним. Ну, с чем можно сравнить? С Конкурном, Сингапуром, Тель-Авивом. Ну, так по сравнению с какими-то местами. Два раза дешевле. В какими-то пять-шесть. Монако это вообще несравнимо. Поэтому я считаю, что цена... Я не говорю, что здесь будут чудеса. Я не говорю, что здесь будет цена расти, я не знаю, моментально и быстро. Но рост где-то 15-10% в год возможен. Вот. Это одна часть, так сказать, маргезонского балета. Мы продаем недвижимость. Мы с друзьями создали компанию, поладим группы. И, соответственно, продаем спрос неплохой. Последнее время чуть снижается. Потому что россияне испугались девальвации. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождем, попробуем там типа 80 и так далее. Есть такая проблема. Но мы решили идти дальше. И мы понимаем, что сложилась уникальная ситуация. Конкуренция в этом секторе очень большая. Как мы можем противостоять? Делать девелопер со всем. Вот со всем сами. То есть строительство, да? Ну, мы не строители. Смотрите, девелопер это не строитель. Девелопер это кто находит инвестора или сам инвестор. Девелопер это тот, кто готовит проектно-оспектную документацию, заказывает. Короче, тот, кто организует процесс, организует потом продажи и так далее. Нанимает подрядчиков, генподрядчиков, субподрядчиков и так далее. Работает со всем этим комплексом вопросов. Ищет землю и так далее. Вот это девелопер. Но мы не строим. Зачем? Есть несколько сот строительных компаний и мы находим, кто лучше. Так вот, уже купили участок земли первый. Опять же, у нас, смотрите, важно работать там, где у тебя есть competitive advantage. Относительное преимущество. У нас очень классные партнеры есть. Пользуясь их экспертизой, их возможности нахождения хороших площадок, недооцененных активов, мы сегодня делаем следующее. Первое. Находим недооцененные какие-то вещи. Ну, к примеру, вот выкупили конкретно пентхаус. Огромный пентхаус выкупили. Сделали небольшую инновацию. И сейчас вот продаем. Должны закрыть сделку, надеюсь, ну, недели, месяц, довольно быстро. Сбрали примерно где-то, по-моему, за 8 с чем-то миллионов пирхамов. Ну, планируем, опять же, ниже рынка, процентов на 30. Планируем продать за 11, там где-то 11,5 миллионов. Ну, посчитайте. Это примерно должно быть за... Ну, то есть, если все будет нормально, будет доходность порядка 45-50, может быть, даже более процентов. Это интересно. Такая проба пера была. Это первая сделка. Сейчас вошли еще в сделку стройки. Сейчас заходим еще в сделку, покупку недооцененных активов. Тоже очень интересно. Находим какие-то недострои, видим, понимаем, что можем доделать. Находим инвесторов и вперед выкупаем. Опять же, здесь права защищены. Сразу все права на инвестора, все это записывается в ДЛД, то есть, непосредственно в реестр. Да, все через жопу. Я имею в виду, ну, бюрократия там и так далее. Да, приходится постоянно. Но, если у тебя есть надежные партнеры, это решаемые все вопросы. Это просто где-то побегать, где-то договориться о чем-то и все. Так вот, работаем абсолютно в рамках закона, абсолютно легально, красиво, по-белому. Это очень интересная тема. Поэтому, еще раз говорю, что мы делаем? Регистрируем компании, заходим в строительство, выкупаем объекты. У нас большая брокерская компания, которой больше 70 продавцов, брокеров. То есть, мы можем брать объекты оптом и продавать их в розницу. Собственно, мы это сейчас и делаем. Строить апарт-отели. Вот я говорю, построим уже сейчас. Проектно-смертную документацию делаем. Я на днях снимал видео прямо с этой площадки. Я говорю, вот видите площадку? Видите место? Классно. А теперь вот запоминайте это место. Где-то через полгода вы его не узнаете. Тут будет клата, все пойдет. А дальше? Восьмиэтажный апарт-отель. Небольшой. Ну, да, начинается с каких-то безумных проектов. Вот чем я тут занимаюсь. Я считаю, что это безумно интересное. Притом даже, понимаете, если ты занимаешься девелопментом, тебе не нужно даже встущий рынок. Тебе нужно, что он просто не стагнировал. А вряд ли он будет стагнировать. Я вижу, какие потоки идут из Индии. Индия богатеет, и сюда приезжают люди. Из Китая, из других мест. Поэтому, ну, я не верю здесь в стагнацию. А если ты занимаешься реальной девелопментом, у тебя заранее ты закладываешь норму прибыли. Вот такую. То есть, где-то там сколько. С учетом, что строится все года полтора. Ну, то есть, ну, 60 годовых, может быть. То даже если будет что-то не так хорошо, то, ну, хорошо, ты продашь 10-20-30 процентов дешевле. И само-то хорошие прибыли. Понимаете? Это я уже говорю на самый худой конец. Но я считаю, что прибыль будет выше. Пока я не вижу ни малейшей причины. Даже последние события я политически... Я как раз хотел спросить, как они могут сказаться на Дубае. Вообще, это колоссальный плюс. Объясню. Понимаете? Эмиратцы вообще, они крутые ребята в том плане, что они за любовь, за мир, за жвачку. Они за все хорошее. Они всех понимают, кивают головами, да? Все нехорошо. Гибель людей. Ай-яй-яй-яй. Но они никуда не лезут. Они тихо дружат со всеми. И это не слова, это факт. При этом они... Вы знаете, я потрясен, но настолько вот классное отношение к инвесторам, достаточно ровное, и они поддерживают это. Ну, я считаю, что это правильно. Поэтому, на мой взгляд, нынешняя ситуация, она уникальна. Она уникальна тем, что это right time, right place. И еще насчет right time. Вы же понимаете, что на Ближнем Востоке, в арабском мире, колоссальные деньги сейчас. То есть, нефть дорогая, нефть способствует тому, что все зарабатывают. Куда девать деньги? Недвижка, различные проекты. Поэтому я не думаю, что этот бизнес будет проблематичен. Мой прогноз по ценам. Ежегодный рост 10-15, где-то 20%. Главное не мешать другим жить. Работай сам и не мешай другим. Соглашусь. В этом мне тоже политика Объединенных Арабских Эмиратов нравится. Я сюда летаю из Индии. Огромное количество индийцев, египтян сюда летит. Очень много египтян, кстати, да, тоже египт. Население растет, кстати, сколько там, 80 миллионов человек. Очень много работает здесь египтян. Кстати, изумительно приятные ребята. Я очень много общаюсь просто по жизни здесь с коптами. Это христиане египетские. Вот такие вот. Правда, вот такие. Душевные, абсолютно понятно. Очень близкие нам по ментальности. Ну, я к тому, что вот многие люди переживают. Вот сейчас россияне уйдут с рынка Объединенных Арабских Эмират. Кто будет квартиры покупать, кто жить в жаре. А можно я задам вопрос? А куда они идут? Куда? В Турцию? Вот я тоже. Не смешите мои тапочки. Давайте рассмотрим. Таиланд. Ну, поработайте, ставите на вас, посмотрите. В Китае. Тоже непросто. В Индии. Вы, конечно, с индийцами работали. Там еще и физическую эволюцию нельзя. Недвижимость официальности. Ну, и это тоже. Понимаете, не так много в мире объектов. Потом, если ты сохраняешь связи с Россией, ты работаешь. Менять часовой пояс – это проблема. У Дубая, чтобы хорошо, либо тот же часовой пояс, либо там разница один час с Россией. Не проблема. А вот когда у тебя разница даже 3-4 часа, поживите в Алмате. Три часа по сравнению с Москвой. Уже напряженка. У тебя рабочий день там, а там только все начинается. У тебя все закончилось, пора спать, а там самая такая экшн идет. Трудно. Европа. Европа, да, но европейцы не особо жалуют сейчас Россия. Латинская Америка, а другой часовой пояс. Ведь потом ментальность тоже не наша. Вот это маньяна постоянно. У меня друг попытался устроить бизнес в Никарагуле. Говорит, самое главное слово, которое я знаю, это маньяна. Tomorrow. В смысле никогда. Когда-нибудь. Точнее, когда-нибудь. Вот это тоже. Нам это тяжело. Понимаете? Насчет того, куда побегут, так я не вижу большого количества альтернаций. К сожалению. Вот подскажите мне, например, россиянину, где открыть банки в священном счете. Ну вот, можно было как-то Израиль и здесь. А где еще Турция? Ну, поработайте с ними. Вы упомянули Европу. Там, я как знаю, и налоги большие. Там 25-28% в Испании, Португалии. А то и больше. Есть еще окупусы, которые занимают ваше жилье. И вот я как раз хотел спросить, а как обстоят дела с налогами и с соблюдением законов в Эмиратах, касающихся недвижимости? Ну, давайте так. Первое. Налоги. Ты, приобретая недвижку, плачешь 4% делами. Все. Причем некоторые застройщики, если ты не первички берешь, они еще за тебя это платят. Но это редко. В основном налог вот от 4% ты платишь. Все. Все, у тебя нет налога на прибыль. Персональные доходы не облагаются налогом, налога ну. Теперь, если ты компания. Раньше тоже было нулевое налогообложение. Сейчас сказали дутки. Ну, они вынуждены устраиваться, а то их сервизор засунули. Сейчас они ввели 9% налог на прибыль. И сколько? По проценту 5, что ли, НДС. Есть такая штука, но не всегда. Вот это есть. Вот все. То есть, налоговый режим, даже если смотреть, что он налоговый, он весьма щебящий. Еще раз говорю, персональные налоги – ноль. То есть, делаешь себе компанию, делаешь себе зарплату. Главное, не надо борзеть. То есть, не надо делать так, что все затраты у тебя на зарплату – это там миллионы долларов зарплаты. Ну, они что же мы идиоты. Смотрите, только есть один нюанс, который надо людям знать. Вот ко мне сейчас пришел один инвестор, купил там людей, ему не предупредили. Вот, я заплатил 10-15%, а теперь что же мне делать, я говорю, срочно докупать еще. Как еще? У меня больше денег нет. Я хочу продать. Я говорю, смотри, есть вот такое понятие – отказные квартиры. Что это значит? Если ты покупаешь на первичке у застройщика, платишь меньше 40% объема платежа, то это либо сгорит, либо доводи до 40%, и тогда тебя зарегистрируют в дело. Есть такой нюанс. Это надо просто знать. Если не сказали случайно, значит, нехорошо обмануть человека. Вот, и есть отказные действительно квартиры, когда кто-то не может справиться, что делать не знает. И вот он заплатил, там, не знаю, 20%, бывает 30%, 35%, но не 40%, все. Ну, это местный бизнес, если честно. Куда даже подвесить сложно, чтобы вы иметь эти отказные квартиры. Но большинство все-таки, как я считаю, доплатить имеет свои 40%, если что же продавать, то же зарегистрировано. Вот есть такой нюанс. Это просто надо знать. Если вы заплатили там свои 40%, а дальше немножко сложновато, ну, приходите к застройщику, договориться. Потом можете перепродать. То есть, ваши права занесены, все четко записано. Ну, идите, продайте, там, просто сделайте ниже немножко рынка, там, на 5-10% продадите без проблем. Спрос классальный. Ну, то есть, взять на первички. Кстати, я так купил. То есть, вот я взял квартиру, нашел комплекс, слушай, это вообще анекдот. Очень хороший комплекс, очень недорого, в окрестностях все там где-то за 5-6 за метр. А там продается 3,5. Ну, там история была застройщика. Он вначале так плохо строил, был недострой, потом пошло-поехало, стройка идет. Я раз в месяц обязательно езжаю, там, смотрю, все работает. Работает. Так вот, мне девчонки звонят из компании. Евгений Борисович, мы начинаем продажи, берите там, все, что хотите, высокие этажи. Я говорю, ну, ладно, там, забронируйте, мне там, двуспаленные апартаменты какие-нибудь там возьму. Прикольно. Действительно дешево. И поехал в Москву. Ну, я говорю, куда надеяться? Я же, опытный волк, куда надеяться? Приезжаю, ну, там, где мои, там, двуспаленные. Борисович все купил. Я говорю, что? Да мне. Знаешь, как? А как же я, малыш? Все продали. Все продали. Я говорю, да. Я говорю, что делать? Будем на вторичке искать. Я говорю, как это вторичка? Какая вторичка? Да, пришлось на вторичке искать. Нет, нашел, к сожалению, односпаленные по хорошей цене, выкупил односпаленные апартаменты, недорого. Я думаю, ну, это инвестиция. Естественно, так, односпальные маленькие, но просто, хотя, слушайте, как односпальные 75 квадратных метров, 33 этаж. Классная вещь, видит на озера, вот на эти, на гольфиные поля. Вот, взял где-то за 3,5, я думаю, что через годик где-то за 4,5 или 4,7 продал. Ну, а чем плохо? Как инвестиции? Вполне себе недостойно. Ну, может, подержу, может, давай, подъеду. Но это небольшая инвестиция, ну, просто вот я реально это делаю. Вот как-то так. Как раз вот... Кстати, доходность, если буду сдавать, посчитал бы 12 долларов. Ну, и тут без проблем нет такого, как в Европе, если человек не платит, приходит... Да, здесь все жестко. Это не европейские дела, не канадские дела. Там же кошмар. Ну, тут никого не можешь. Еще и за коммуналку плати за них. Да, тут все очень жестко. Раз, два, три, все обрубается. Сентимент не плачет и не ложит мучает. Вот как раз вы говорили, что Эмираты попали в серый список фатфы. Вот многие переживают, а как сюда деньги перевезти, а как вывезти. Нет с этим проблем? Ну, как? Поскольку это серый список, то, как обычно, надо предоставить бумажки туда-сюда, 5-10. Ну, вот, смотрите, вот у меня счет в Израиле. Я захотел закинуть деньги, чтобы купить мне бешку. А что? Почему? Вот договор. А, ну, хорошо. А, вот, пожалуйста. Ну, и все. Перевели без звука. Вот, на мой счет, переведите мне деньги в местном банке. Причем даже покупка, кстати, цирк. Я говорю, как покупать? Я говорю, как закажешь? Я говорю, что закажешь? Как закажешь? Я говорю, мол, чеки там? Ну, не, закажешь. Я говорю, то есть, мне надо снять в узелочке принести? Ну, да. То есть, наши-таки 90-е, нормально. Ну, то есть, можно все решить так же и продать? Ну, пока да. Пока закажешь можно и купить, можно и продать. Это правда. Я реально купил закажешь. Теперь обратно. Если я, допустим, заработаю, захочу, так обратно. Ну, тоже погоняют, поспрашивают. То есть, знаете, если бы это была не серая зона, просто по приход есть, всего, до свидания. Ну, поскольку серая, ну, наверняка, те же изобретения, если получат от меня, там, какой-то личный сот тысяч долларов, ну, наверное, спросите, что это такое. Покажу договор, продал. Ну, поморочим голову, куда денешься. Настолько привыкли к этому дебильному комплайнсу, что уже спокойно к этому относимся. Вот еще хотел такой вопрос задать. Вот госдолг США растет, как вы говорили, очень большими темпами. А вот что будет, если, ну, многие, все равно, рамагеддонщики, если доллар обвалится, ведь Дирхам привязан к доллару. Ну, вы знаете, вот мне очень нравится этот разговор, я обожаю. Доллар обвалится. Класс. Эдра относительно чего? Ну, вот, относительно чего-нибудь. Нет, дайте конкретно. Вот, относительно евро, так проблемы в еврозоне тоже большие. Что-то я не очень верю в то, что евро влетит в космос, доллар обвалится. Потому что проблема Европы не меньшая, чем проблема Америки. Поверьте. И долги ряда стран, там уже Италия триллиона сколько-то долг будет. Нет, там все хорошо. Относительно чего? Японской иены, не спешите, мои тапочки. Была 105-110, сейчас 150 пробили уже, 160 идет. Иена падает. Канадский доллар, вторая производная американская. Что у нас остается? Юань тоже обесценивается, как я знаю. Ну, потихонечку обесценивается, я не скажу, что как-то дико. Ну, был он там 6,70, 6,80, сейчас 7,40, 7,30, 7,20. Ничего драматического. Поэтому относительно других валют нет. Я не вижу альтернативы. Вот когда появится в мире валюта с такими же оборотами, с такой же возможностью. На чем базируется сила американского доллара? На американской экономике, на американских технологиях, которые можно в любой момент выключить, включить. На американской военной силе. И это тоже нельзя исключать. Потому что кто засомневается, вот засомневались, где они и товарищи, где они сейчас. На административной мощи Америки. Возможности выстроить процессы, договориться, построить все как надо. Всех повернуть куда надо. Пока да. Пока да. Все это никуда не ушло. Поэтому я не вижу альтернативы сегодня американскому доллару. Появится, будем обсуждать. А пока все это демагогия и чушь. Мы уже эту историю, эту сказку десятилетиями обсуждаем. Что еще? Долг. Ну хорошо, он сегодня 100. 20 с чем-то процентов. Будет 130-140. Но будут они платить через 10 лет, не знаю, 15-20 процентов от бюджета. Это процентов много-много. Катастрофы? Нет, не катастрофы. Но, теперь давайте так. А что, допустим, вы правы и коллапс, ужас. Хорошо. Какие альтернативы? Куда побегут деньги? В другие валюты сомневаются. В активы? Активы это что? Это золото, металлы, коммортики, скажем так, производство, кешгенераэтинг, который генерирует бизнес, и недвижимость. Вот давайте на секундочку отличимся. Смотрите, вот рухнул рубль. Вот не доллар, а рубль. 93 года. 80-х годов еще тогда. Вот, что бы вы посоветовали своей бабушке, дедушке, которые имели на своем счету Сберванке, рубли? Ну, в тех условиях купить не длежность. 89-й год. Да, купить не длежность. Потому что иностранные активные заработки от покупателей. Да, они купили бы какой-нибудь кооперативный дом, который строил в 180-х годах. Ну, сейчас в цене. Да, он морально устарел, понятно, но он выдержался из-под аним. Он тогда стоил, не знаю, там, вот, кооператив, 5-6 тысяч, 7 тысяч рублей, да? Сколько он сегодня стоит? Вот такая квартира. Ну, где-то 1200-250 долларов. Правильно? А все остальное обесценивать. Ну, можно было советовать кусочек золота, но, кстати, как планеты сберегли. И, как, может быть, у них будет украсть. Еще тоже вопрос. Вот такая вот интересная штука. Понимаете? Поэтому альтернатив-то малый. И крипта, а тоже вопрос, что будет с криптой. Так вот, смотри, не надо забывать, что финансирование Хамаса частично шло и через крипту. Это уже доказано, это известно. Я думаю, что регуляторные проблемы очень серьезные будут. Будут закручивать гайки в этом направлении. Сто процентов будут. Но и крипта может быть под довольно серьезным давлением. Означает ли это, что биток не будет стоить тысячи? Понятия не знаю. Это невозможно подогадать. Невозможно предсказать. А может, наоборот, с нынешних 35 тысяч выпадет на 20? Я не знаю. Но, понимаешь, для меня крипта это не инструмент инвестиций. Может быть инструмент. Окей. И 5% от активов можно разложить каким-то критикой. Опять же, это спекуляция. Но положить туда 20-30%, 100%? Я что, крэзи? 100% можно положить в американские облигации надежные. В, не знаю, недвижимость какую-то понятную, генерящую доход. В какой-то бизнес понятный. Опять же, лучше разложить. Но не в крипту. Ну, волатильный. Не всякая психика это выдержит. Вот как-то так. Евгений Борисович, давайте, вот многие в России, вот мы говорили про недвижимость, но ведь недвижимость, вот если брать за последние 10 лет, ну, 12-13 год. За квадратный метр недвижимость в Москве можно посмотреть цены. Там ведь стоила недвижимость около 5 тысяч долларов за квадрат, а сейчас где-то 2 900-3 тысячи. Да, есть такая проблема. Ну, смотри, у меня не так давно была очень большая дискуссия, 2 главные передачи с профессором Ликсицем на эту тему. Он считает, что российскую недвижимость ждет незавидную участь, то есть она упадет, развалится, там будет катастрофа. Я так не считаю. Есть много причин для этого. Да, действительно, демография, проблема демографии. Да, действительно, проблемы в экономике. Да, действительно, санкции. Да, все это есть. Но, первое. Ну, я начну с вывода. Я считаю, что у российской недвижимости может быть некая там деградация, некая стагнация. Это может быть. Я не исключу, что российская недвижимость может там проседать еще дальше в долларах и немного расти в рублях. Да, не исключу. То есть ужас, но не ужас, ужас, ужас. Отмите. Более того, я вижу следующее. Россияне по-прежнему, у них, как бы, скажем, обеспеченность жильем намного ниже, чем у китайцев, у американцев тем более, у европейцев и так далее. То есть есть дикая потребность. Да, демография плохая, но сейчас демографический ям. Семейную ипотеку уже, сказали, сохранят. Это слишком мощный сегмент и кластер рынка с большим мультипликатором на всю экономику, чтобы кто-то обменял субсидирование. А когда начнут снижать ставки, то тем более. Вот. Поэтому я считаю, что да, замедление может быть. Будет не шикарно, но плохо, катастрофично не будет. Давайте в конце подведем итоги. По идее, ну, куда человеку вы рекомендуете сейчас вложить деньги? Это зависит от того, сколько денег. Какие у него жизненные условия. Если это россиянин, россиянин, у него небольшие деньги. Так, слушайте, неудростуйте. Покупайте вот эти вот корпоративные облигации, надежные там. Сделайте себе портфель с 10-20-30 этих облигаций, или фонд облигаций, и не париться. Это первое. Акции, ну, можно там 10-20-30 процентов держать. Если это небольшие деньги, и если вы живете в России, ничего не хотите. Если вы живете на Западе, или у вас больше возможностей, ну, как? Я бы американские облигации брал, держу их. Я бы отдельные какие-то интересные идеи брал, связанные с золотом, с другими секторами. Я бы, ну, делаю то, что я делаю. То есть я бы, без сомнения, имел какой-то объект медвежки Дубая. Может быть, и Дубай, и Шаржи, может быть, и Расселихайли. Но я считаю, что это правда очень перспективно, если мы говорим о серьезных деньгах. Вот как бы так, смотрел бы по сторонам, и сказал бы еще что-то интересного. Евгений Борисович, спасибо большое, что нашли время и рассказали нам. Спасибо.